В следующем году столичный центр организации дорожного движения намерен заменить все муляжи дорожных камер на настоящие. Сейчас в Москве установлено 800 обманок, из них 387 — это пустые коробки, а 424 муляжа умеют наблюдать за потоком и имитировать настоящую камеру так, чтобы на неё реагировали радар-детекторы. Впервые муляжи появились в Москве 7 лет назад. Тогда макет стоил около 60 тысяч против 3 миллионов за настоящую камеру. Муляжами заменяли полноценные камеры там, где водители успевали привыкнуть к электронному наблюдателю. Опубликованный сейчас на сайте CODD список дорожных камер насчитывает почти 3000 позиций, а это значит, что примерно каждая четвёртая камера в Москве — это муляж. Латинская Америка встречает заряженные модификации хэтчбека Polo и седана Virtus. Оформлены они в стиле европейского Polo GTI, но техника тут проще. Вместо 200-сильного двухлитрового мотора, роботы или механики, которую ставят в Европе, тут безальтернативная турбо-четвёрка 1.4 и шестиступенчатый автомат. По местной традиции мотор работает на смеси бензина и этанола. В салоне — спрофилированные сидения, виртуальные приборы и 8-дюймовый дисплей медиасистемы. Рули сидений украшены красной прострочкой, а дефлекторы вентиляции — красными рамками. Цены пока не объявлены, но продажи начнутся в конце зимы. И это — сигнал для нас, ведь в следующем году на российский рынок выйдет новое поколение Volkswagen Polo, которое явно будет создано по мотивам бразильского Virtus. Появится ли у нас новый Polo GT, ещё неизвестно, ведь предыдущие сняли с продаж минувшим летом.